Обсудить наболевшие о спокойной обстановке задачи сотрудников Горинской птицефабрики. Встречи с собственным руководителем они добивались на сходе в воскресенье. Сегодня развеять мифы о Горине должен был директор предприятия и начальник департамента сельского хозяйства. Инициативная группа выступила сразу с несколькими вопросами. Почему убирают бесплатные автобусы, которые довозили сотрудников до места работы? И почему так сильно сократились зарплаты? Ответ прозвучал один. У предприятия кризис. Если вы примете решение о том, что вы собираетесь уходить и найти себя на рынке труда вне Ивановского бролева, мы отнесемся к этому с пониманием. Но как только нормализуется, мы готовы будем этих людей принять. Власти региона субсидировать частные предприятия не могут. Но в их силах помочь задолженностями по электро- и газоснабжению. 22 миллиона рублей компенсации выделили за погибший урожай зерновых. На сегодняшний день предприятие нуждается в реальных заимствованиях, в привлечении, так скажем, кредитных ресурсов. Мы знаем, что администрация этим вопросом серьезно занимается. Подключалось к решению этого вопроса и правительстве. На сегодняшний день вопрос о кредитовании предприятия на пополнение оборотных средств рассматривается рядом коммерческих банков. Сотрудники, день от дня их все меньше, переживают, что гибнет птица, что иностранные рабочие разбирают промышленные цеха. Свой труд горинцы называют волонтерским, потому что он практически бесплатный. Мужики у нас все рассчитались, кто работал. И мы теперь тягаем все на своем животе. Извините за эти пять тысяч. Конструктивного диалога не получилось. Директор фабрики Павел Кудряшов на вопросы, заданные сотрудниками предприятия, четко не отвечал. К середине встречи ушел в глухую оборону. Затем и вовсе решил покинуть мероприятие. Такое не вполне дипломатичное поведение, рассказывают сотрудники предприятия, за директором водится. Он и к нам приходит постоянно в цех, что сколько вопросов не задашь, он ни на что не отвечает. И всегда постоянно говорят, кому не нравится, до свидания. Мы никого не ждем. Что у нас будет рабочая сила, гастабайтеры, что вот их, они наберут вместо нас. Сотрудники предприятия остались в полном неведении, что же будет дальше. Единственное, о чем успел попросить директор Ивановского бройлера подчиненных, не раздувать шумиху и никуда не обращаться. По его мнению, ссору из избы выносить ни к чему. Да и в кредитах банки могут отказать, сославшись на плохую репутацию. Автобусы в районы все же обещали сохранить.